Добрый день! Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии, как всегда, Михаил Лайтман. Добрый день! И тема сегодняшнего урока «Практические основы методики Каббала». Мы уже знаем и рассматривали на предыдущих уроках, что есть три, можно так сказать, три средства, если можно так выразиться, три средства духовного продвижения. Это первое — это группа единомышленников, второе — это первоисточники должны быть обязательно и должен быть инструктор. Ну, может, даже четвертый фактор сегодня — это распространение науки Каббала, но на эту тему у нас будет отдельный урок. И хотелось бы сегодня сосредоточиться больше на работе в группе единомышленников. Я так понимаю, что основная работа — это работа по сближению между товарищами для выявления цели, о которой говорит Каббалат, раскрытие Творца. И вот хотелось бы остановиться именно на правилах взаимодействия, на законах, которые должны быть, законы интеракции между людьми, которые находятся в такой группе. — Дело в том, что каббалистическая группа... Вообще, зачем она нужна? Как рассказывают нам каббалисты, мы в нашем мире должны провести определенную работу. Поэтому наш мир создан, и мы в нем. Каббалат рассказывает нам о том, что Творцом создана система, которая называется Адам. Эта система представляет собой желания эгоистические, соединенные вместе и работающие вместе на одну цель — на то, чтобы поддерживать друг друга. Это система Адам в его первоначальном состоянии. А затем произошло разбиение. И вся эта система, конструкция, она рассыпалась на огромное количество всевозможных неживых, растительных, животных и человеческих элементов, которые находятся между собой в относительном соединении. Относительным, потому что их соотношение друг с другом предполагает только взаимные дополнения, то есть использование друг друга. Это с одной стороны. А с другой стороны, желание их все время развиваться и поглощать друг друга, развиваться самим за счет других. Это является эгоистическим принципом существования этой системы. И мы в нашем состоянии должны эту систему перевести в обратное состояние, в первоначальное, когда все ее части будут не эгоистически относиться друг к другу с чисто потребительской точки зрения ради себя, а понимать, что необходимо здесь работать на всю систему в целом, ради всех. И поэтому необходимо достичь каждому зрелому, здравому элементу этой системы состояния возлюби ближнего, как себя. Только в таком случае эти элементы соединятся вместе над своим первоначальным эгоизмом и смогут представлять собой единую, одну систему, интегральную, которая сможет правильно существовать и будет наполняться особой силой, называемой Творцом. Эту работу мы должны совершить с вами здесь, в этом мире, вот сейчас, в нашем поколении. Об этом говорит наука Каббала. Для того, чтобы нам реализовать это, мы собираемся, мы — это те, которые понимают важность этой работы, понимают условия, которые представляет нам природа или Творец, понимают важность миссии, чувствуют в себе такое влечение и ответственность за это. И поэтому мы собираемся, и, естественно, поэтому наша основная работа, она в группе, для того, чтобы соединиться вместе нам и во взаимной помощи, во взаимных усилиях, соединить так между собой все наши связи, чтобы они стали подобными этой общей силе Творца. Он представляет собой силу отдачи, связи, любви, дополнения, взаимного и так далее. Вот мы должны эту силу между собой так создать, сгенерировать, что мы будем Ему подобными в наших отношениях. Мы не можем этого сделать сами, потому что мы изначально противоположны, каждый из нас. Он эгоист и не может думать о других. Но мы можем просить о том, чтобы Он нас изменил. И в группе мы тогда будем реализовывать эту идею. Так я хотел сейчас поговорить именно как раз с практической точки зрения, что же делают каббалисты, когда они собираются. Потому что есть огромное количество мифов вокруг этого. Давайте разберем. То есть когда каббалисты собираются, они приходят на урок. То есть есть учитель, который вместе с ними читает первоисточники. И есть такой вид интеракции, который называется семинар или круглый стол. Можно так назвать. Надо немножко подробно рассказать. У меня есть тут правила. В одной из ваших книг написано «6 правил круглого стола». Первое из них – это надо прикладывать усилия, чтобы увидеть в основных участников стремление к цели. Это первое правило. Ну, я не помню точно эти правила и порядок, в котором они идут у тебя. Они взяты из статьи Рабаша. Я понимаю, что это все описано Рабашем в его первых же статьях. Но я бы сказал так, что самое главное – это значит собираться в группе. В группе должны собираться только те люди, которые понимают важность цели. Они должны культивировать эту важность цели. Они должны поддерживать друг друга, показывать друг другу устремление свое к цели. Даже пытаться показать друг другу, насколько каждый из них больше других в устремлении к цели, чтобы была добрая зависть у остальных. Это очень подталкивает нас, пока мы еще неисправны. Мы должны соединяться вместе, собираться этим, пользоваться всеми нашими средствами связи в течение всех суток, чтобы поддерживать друг друга. Мы должны выполнять указания руководителя группы и назначать в группе, естественно, людей, которые будут ответственны за ее поддержание, порядок, расписание и так далее. Мы должны каждый поднимать группу, поднимать себя так, чтобы остальные участники группы, с одной стороны, завидовали мне в том, что я горю движением вперед, с другой стороны, я должен этим показывать, что я готов все сделать для группы, принижать себя перед ними и поддерживать их во всем. Мы должны показывать друг другу, что мы соблюдаем условия договора между нами, так называемый союз, брит, что мы обязаны поддерживать друг друга, это называется арбуд, взаимная поддержка, взаимная связь. Ну и еще много-много всего, что в течение лет, лет, когда эта группа существует, пока она не достигнет своего полного окончательного состояния, реализации своей. Тут есть очень много, конечно, на каждом шагу условий, которые надо выполнять. Вы рассказали общую работу в группе, у нас будет такой урок, что должны в общем делать. Я хотел бы сосредоточиться именно на, когда мы собрались на уроке, и мы проводим семинар. То есть есть четкие правила проведения семинара. Одно из таких правил, я просто пройду по... Тогда ты мне давай пункты, а я попытаюсь их разобрать. Второй пункт, это после того, когда все каким-то образом, будем говорить, каким-то образом культивируют эту важность цели, потому что она должна быть важна, она постоянно спадает. До этого, я бы сказал, до этого необходимо собрание группы. То есть группа должна заботиться о том, чтобы физически они все собрались в одном месте. Да, я уже после того, когда все собрались в одном месте, сидят и уже обсуждают. Так вот, второе правило, это с одной стороны все должны чувствовать себя как одно целое, как один человек с одним сердцем, а с другой стороны говорится, что каждый должен сохранять свою индивидуальность. Вот это второе такое правило, и об этом пишет как раз Баласулям, что в статье «Свободы воли» он говорит так, что большинство должно с повышенным чанием и бдительностью оберегать мнения отдельных людей, чтобы они не исчезли из мира, ибо пусть будут уверены с абсолютной гарантией, что наиболее развитые, наиболее правильные мнения принадлежат мире не правящему большинству, а как раз наиболее слабым. Ну и так далее. То есть, о чем идет речь, что когда мы сидим вместе, каждый должен выразить свое мнение в кругу. И это очень обязательно. Вот почему? Потому что мы до тех пор, пока мы полностью не реализуем себя, каждый в связи между нами, мы не сможем достичь подобия Творцу, мы не сможем сделать группу такой, чтобы в ней раскрылся Творец. Группа — это инструмент. Мы должны настраивать его, как вот в радиоприемнике ты настраиваешь на какую-то волну, так и здесь. Ты должен крутить всех участников группы так, чтобы они между собой таким образом соединились, чтобы в их соединении проявилась общая взаимная сила, интегральная, общая, одна для всех. Вот она и будет Творец. Поэтому участие каждого, оно очень важно. Да. И каждый индивидуально очень важен. И третье правило — это все совершенные, кроме меня, так это коротко называется, это исходя из правила, которое написано еще в Талмуде, что каждый судит меру своей испорченности. То есть я так должен заранее себя настроить, что когда я сижу со своими товарищами в группе, я должен понимать, что если я даже вижу в них отрицательные качества, я должен понимать, что это во мне. Да. То есть такая настройка должна быть. Как это сделать? Искусственно играть? Нет, это постепенно... Это же против нашей природы, неестественно. Это против нашей природы. Все, что против нашей природы, так оно и остается против нашей природы. Если только не придет к нам Высший Свет, и Он нас таким образом настроит. То есть я должен с помощью Высшего Света достичь состояния, когда я буду чувствовать, что все отрицательное, что я вижу в ней, себя, это лишь демонстрация моих внутренних личных испорченных качеств, которые я должен исправить. И вот они во мне постепенно раскрываются. То есть есть во мне еще миллионы отвратительных свойств, но показываются мне только те, которые я сейчас могу исправить. Но как это происходит? То есть с одной стороны мне каббалисты пишут, что вот я так должен относиться, с другой стороны я вижу что-то не совсем, я не могу это сделать. Вот это хорошо. И вот эта дельта, что... Самое главное в Каббале это те противоречия, которые раскрываются между человеком и его эгоизмом. То есть между правой и левой линией, между тем, что на самом деле есть, и тем, что желательно, чтобы было. И вот в этих противоречиях, когда я вижу в другом отвратительные какие-то качества, ну, неприятные мне, допустим, не настолько уж отвратительные, неприятные мне, то я должен понимать, что я сужу об этом только в мере своей испорченности, то есть в тех свойствах, которые во мне. И тут, естественно, что я поэтому должен думать, просить, молиться о своем исправлении. Четвертое правило — это личная ответственность. То есть я должен приходить на урок, сидеть вместе с товарищем в кругу и обсуждать какую-то тему, допустим, величие Творца, или пути, как к нему прийти. И причем я должен ощущать личную ответственность, что если я не смогу дать им поручительство, дать им уверенность в пути, то они не смогут прийти. Это с одной стороны. А с другой стороны, нет никого, кроме него. Как это сочетается? Моя личная ответственность с тем, что они на меня влияют? Нет, нет никого, кроме него. То есть Творец он первый, Творец он последний. Так и сказано. А не решен, а не охорон. Но посреди находится я, мое я, которое должно связать эти две первичные и конечные субстанции. В этом проблема. Поэтому, несмотря на то, что все находится во власти Творца, и все определяется им, исходит из него, и испорченные наши свойства, и исправленные наши свойства, но соединить, заменить испорченные на исправленные может только человек. И только в мере своего исправления. И тогда он видит, что все, что казалось ему испорченным, сейчас кажется исправленным. Потому что исправил себя. И на самом деле обнаруживает, что в мире ничего испорченного нет, кроме него самого. Так как все-таки, с одной стороны, есть моя личная ответственность, с другой стороны, говорится, что я следствие моего окружения. Да, потому что твое окружение — это ты сам. На самом деле. Твоя десятка, хотя она тебе и кажется сейчас существующей вне тебя, но на самом деле это ты. Это мое я, но в следующем состоянии. На следующем состоянии, да. Так что все-таки важнее? Моя ответственность или и то, и то важно? Важнее всего, когда я чувствую, что от меня, от моего отношения к группе зависит группа. То есть лучше всего понимать, что я ответственный за группу. Да, только я. А не то, что я завишу от них. Я завишу от них — это уже другая работа. Пятое правило — это всегда вы говорите, и каббалисты вообще в истории говорят, что искать решения на следующей ступени необходимо. И даже приводят примеры, что все решения находятся на следующей ступени, единство между участниками круга. То есть поэтому не говорят, что с одной стороны нет ничего нового под солнцем, я свое воздействие не меняю и так далее, и так далее. То есть все уже с одной стороны задано, то есть уже решение какой-то проблемы, если мы обсуждаем, оно тоже уже где-то находится. Как правильно к этому подойти? Еще раз. Что искать решения на следующей ступени. Что это значит? Дело в том, что всегда те испорченные состояния, которые проявляются у нас, в нас, вокруг нас, они не имеют решения в той же плоскости. Поэтому в нашем мире мы ничего не можем решить. Что бы мы ни делали. Для того, чтобы решить какую-то проблему, надо всегда подняться выше ее. И с той точки исходной, с которой она светит, раскрывается, возникает в нашем мире, в той точке, именно в ее корне, там и надо ее исправить. Иначе она не исправится. Вот это нам надо делать. Вот то, что я сейчас сказал, эти пять правил, это, в принципе, такая внутренняя работа человека, он должен себя так настроить. Он должен как бы принизить себя перед товарищами, для того, чтобы впечатлиться от них, их разговорами о важности цели и так далее. То есть все вот эти правила, человек должен заранее, уже придя в этот круг, на урок, он должен себя так настроить. Ну или если они приходят, то они должны сначала об этом поговорить, чтобы у них была четкая программа очередного своего объединения в еще большей силе, компрессии. Вот, а теперь хотелось бы перейти уже непосредственно к правилам, есть 10 правил круглого стола. То есть когда есть непосредственно какое-то решение, после того, когда мы объединились, как-то прониклись один другим, есть уже какое-то единение, между нами, и нам надо решить какую-то проблему. Ну тоже в рамках кабалы, естественно. И мы используем такой инструмент, который называется круглый стол для решения каких-то проблем. Да, эта проблема находится там на следующей ступени. Но это уже не в десятке-то вообще, да, имеется в виду в группе? Или в группе, да. Да, в группе надо решить какую-то проблему. То есть ученики, у нас уже 16 урок, ученики спрашивают, как практически нам решить проблемы нашего мира. Не проблемы в семье имеется в виду, а имеется в виду в группе. Но это не имеется в виду проблемы объединения между нами, между этой десяткой. Это уже не десятка, это просто группа. Да, это группа людей, да. Это может быть... Которые хотят просто найти правильное решение для каких-то проблем. Да. Но они уже прошли, естественно, изучение каких-то нескольких уроков по кабале, понимают, что такое семинар, что это как подготовка для того, чтобы решить проблему. И теперь вот есть 10 правил. Первое правило — это равенство и важность. Просто хочется разобрать, откуда эти правила взяли, что эти правила, они... Дело в том, что если мы хотим решить какие-то проблемы, мы же понимаем, что мы находимся в мире, в котором практически никакие проблемы не решаются. Если мы пытаемся что-то решить, то мы как-то... Нам кажется, что решается, через... На завтра мы уже понимаем, что это не решение. И так далее. То есть мы постоянно как бы отталкиваем, отталкиваем, отталкиваем от себя решение, думая, что мы на самом деле приходим к его раскрытию. Значит, Каббала говорит о том, что, опять-таки, до тех пор, пока мы не объединились, не пришли к какому-то общему знаменателю, мы это решение найти не можем. Это решение находится внутри нас. Все проблемы, которые придут к нам или возникнут в человечестве, в большом или в маленьком ее составе, они исходят только из того, что это человечество или эта группа, эта часть человечества не объединена. Если бы она была объединена, то этой проблемы не возникло. Потому что все проблемы только от нашего разбиения, разобщения, взаимного удаления друг от друга. Поэтому и в таком случае, когда мы собираемся для того, чтобы решить какие-то проблемы, мы должны в первую очередь собраться вместе и соединить себя в какой-то общий коллектив. Так, исходя из того, что вы сейчас сказали, каббалисты, они вообще не решают никаких проблем? Нет. А зачем решать? Какие проблемы есть у нас? Кроме того, что мы не соединены вместе. Если мы соединимся, проблема исчезнет. То есть каббала решает только одну проблему? Как объединиться? Больше в мире вообще нет никаких проблем. И как следствие этого, все остальные проблемы, они исчезнут? Да. Не, ну мы же говорили о том, что в нашем мире мы должны решать эти проблемы. А вот давайте... Здоровье, семья и так далее. Нет, нет, нет. На материальном уровне. Нет, нет, нет. Одно секундочку. Есть проблемы на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. Если ты хочешь, чтобы люди собрались... Для чего они собрались здесь вместе за столом? Чтобы прийти к какому-то решению. Да. Вот прийти к решению, это значит собраться вместе, соединиться вместе. И в соединении между собой это решение найти. А затем это решение они будут, может быть, реализовывать в каких-то камнях, в домах, в каких-то проблемах земных. Да, решать это. Но решение само, нахождение решения, оно должно быть только тогда, когда они взаимно связаны и взаимно понимают и дополняют друг друга. Только тогда это решение между ними становится понятным, каким оно должно быть. Исходя из этого, будет благостным это решение, правильным, и на то, что они будут делать. Что-то строить, что-то выполнять, что-то реализовывать. И там тоже это будет выполняться правильно, на более низких уровнях, чем их человеческий уровень. То есть я поэтому и говорю, что сначала должен быть как бы семинар между ними, цель которого объединиться. Да. А потом, когда уже есть вот это вот хотя бы взаимное такое взаимное единство, взаимовключение между ними, они могут уже в таком состоянии, допустим, там 10 человек или 5 человек, они могут приступать к решению непосредственно какой-то материальной проблемы. Да. Мы слышали о том, что была такая организация, она называлась Санедрин, когда собирались между собой, соединялись вот в такую организацию мудрецы и выносили всякие решения. И потом эти решения спускались вниз и уже реализовывались людьми. Да, там какие налоги собирают, вести войну или нет, как ее вести. Все, что угодно, даже маленькие проблемы. Да. Это все именно исходило из того, что решение проблемы происходило в единении между собой, то есть в каком-то раскрытии Творца между ними. И значит, это решение верное. А реализовывать их можно уже отдавать, реализовывать людям, которые не способны на эти соединения еще. Они еще не… Ну, так же, как и решения принимаются в одних кругах, а реализация их в других, на другом уровне. Опять же, а само решение уже материальное, решение материальной проблемы, оно как принимается? Допустим, мы решили в нашей группе, что мы должны построить какое-то здание. Решили. Решили примерно, каким оно должно быть, для чего нам надо, и все. Расписали все эти условия проекта, исходя из нашего видения, из нашего объединения в десятку и все, что мы сделали. Это, кстати говоря, хорошо пишет Рамбам, Рамхаль в своей статье о третьем храме. Он видит, каким он должен быть, и описывает, и даже делает чертеж. А затем, что с этим чертежом? Рамхаль умер 600 лет назад. Я надеюсь, что в наше время мы скоро сможем приступить к его реализации. Мы не находимся на его уровне, мы берем его чертеж, насколько понимаем, насколько можем его читать, так будем воплощать. Ну, храм, я бы не затравил храма. Я просто говорю, мы решили сейчас построить центр где-то. Это в качестве примера. Да, центр. Вы считаете, что он должен быть в одном городе, я считаю, в другом. Третий считает, что он вообще должен быть такого размера, такого. Что нам делать? Каждый считает, у каждого свое мнение. Есть методы, когда, есть метод голосования, там, 70-30 принимается или единогласно. Как здесь? Как в Кабале принимаются решения? Единогласно, в полном соединении друг с другом. А как? Я должен пренебречь своим мнением? Нет. А как? Нет. Вот у нас у всех разные мнения по поводу этого здания. Очень хорошо. Что мы делаем? Если мы говорим о каббалистическом решении, о каббалистической группе, то мы должны сказать так. Мы должны сидеть между собой и пытаться найти такие контакты, такие связи между нами, без этого здания и без того, что у нас есть. Сначала решить такую проблему, как связь между нами, чтобы соединиться вместе в одно общее, единое целое. Когда все наши чувства, все наши свойства, все наши мысли объединяются вместе в одну систему. И в этой системе мы начинаем все решать. А какая разница? Что мы в этой системе решаем? Мы становимся подобными Творцу, подобными единой силе, в которой все противоположности соединяются между собой, взаимно, дополняя друг друга. И тогда, когда мы в таком состоянии находимся, мы можем решить эту проблему, и она будет решена верно. Потому что в ней будет сила Творца. И она будет решена ко всеобщему, правильному, взаимному удовлетворению. И она будет абсолютно находиться в абсолютном подобии соединения, равновесии с природой. Если я правильно понял, другими словами так, то есть круглый стол между нами, он помогает воссоздать те теплые отношения, которые были у нас когда-то, когда нас создала природа, как единая душа. И мы просто оттуда вызываем на себя силы, которые нам, в принципе, дают возможность принять правильное решение. Да. То есть до тех пор, пока мы не нашли внутри себя, между нами, в себе, эту единую объединяющую силу, мы никакого правильного решения вынести не можем. Вот. С этим понятно. Хорошо. Когда каббалисты собираются, они объединяются, они умеют так объединиться. Между ними раскрывается вот эта высшая сила природы, которая их создала. И они тогда стопроцентово принимают правильное решение, где там построить дом. Да. Или любое другое решение. Да. Это понятно. До этого момента, это же занимает там десятки лет стать такими каббалистами. До этого момента, как нам, которые на половину... Пытаться это делать и все равно исходить из этого условия. Мы попытались, не смогли. Нет, такого попытались. Как-то нет. Нет. Нам надо все время стремиться к этому состоянию. Все время к этому состоянию стремиться. И хотя бы мы понимаем, что мы, допустим, не можем быть полностью связаны, взаимосвязаны, взаимонаполняющие, взаимнообвязывающие друг друга. Мы будем пытаться сделать это на 50%, на 70%, на 80%, на сколько можем. Попытались на 20%, сделали максимум, сколько смогли. Исходя из этого, мы примем решение. А решение-то надо принимать? Принимаем решение, исходя из этого. А мнение-то у всех разное? Все, можно на 20% только объединились? Нет. Нет. Объединились. Каждый пригнет себя для общего решения. Вот внутри себя надо примерно представить себе, что мне надо сделать для того, чтобы я был связан вместе с остальными. Я должен себя, допустим, на те 20%, насколько я с ними не согласен, аннулировать. Я себя аннулирую. И так каждый. Так каждый. Так где же строить дом? Вы будете, то есть вы будете, вот смотри, видишь, вы будете не сидеть по периметру круга, стола, а вы будете уже вот сидеть вокруг вот этого круга. Соединиться в одну точку вы не можете еще. Но, по крайней мере, быть на вот таком удаленном состоянии относительно небольшом друг от друга вы сможете. И на нем принимайте решение. Что сделаешь? То есть как-то надо претереться. Это как ключ, куда всовываешь, там, пытаешься. Это постепенное движение вперед, да. Движение к общей точке. А внутри уже общая точка. Это полное слияние. Это уже полное справление людей. Не, ну я про это, да, не говорю. Мне сейчас надо, вот я буду работать, у меня 10 человек, и мы сейчас должны принимать решение. Вот такую команду надо собрать. И которая будет четко ощущать, насколько она поднимается выше своего эгоизма. Каждый из них и у всех вместе. И самое главное, это отмена себя относительно других. А с другой стороны, мы говорили, что очень важно, чтобы каждый все-таки, да, высказал свое мнение. А он чувствует, насколько он свое мнение, и насколько он себя отменяет. И вот это важно. Расстояние от своего мнения и до отмены. И каждый знает, понимает, насколько он ради соединения в группе, ради того, чтобы найти общее решение, он согласен на это. Да, ну это какой-то высший пилотаж. Нет. И в правительстве сегодняшнем тоже хорошо было бы так сделать, чтобы каждый понимал, насколько для того, чтобы прийти к общему решению, мне надо на себя все-таки немножко наступить. А так мы видим то, что видим. Ладно, мы пойдем потренируемся. Удачи вам. Я вам расскажу на следующей передаче, как получилось. Значит, у нас была тема практическая кабала, то есть практически основа методики кабалы. Мы рассматривали правила круглого стола. Хотя эти 10 внешних правил вы можете прочитать в любой книге. Это не важно. Главное действительно прийти к такому взаимовключению, когда можно было бы принять на материальном уровне правильное решение. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...